Двухтомник российского и советского военного и дипломата Алексея Игнатьева 50 лет в строю переиздали в Приморском крае. Алексей Алексеевич Игнатьев вошел в плеяду российских государственных деятелей, чья служба пришлась на непростое время, требующая принятия исключительных решений. Благодаря личным качествам, беззаветному служению отчизни, они внесли особый вклад в укрепление государственности России, ее расширение и процветание. Я издал после себя это удивительное издание, 50 лет в строю, двухтомник, который подробнейшим образом описывает не только его судьбу, он описывает судьбу нашего государства. Устройство императорских дворов, чиновничьи различные, каверзные все эти ходы, которые там всегда были, есть и будут. Значит, да, то есть описывает революцию, как это происходило, взглядом со стороны Франции. Первую мировую войну, события после этого. Для Приморья Алексей Игнатьев дорог тем, что его дядя Николай Павлович Игнатьев, дипломат, в 1860 году подписал пекинский договор, по которому была узаконена территория Уссурийского края. А переиздание этой книги – одна из составляющих популяризации истории Приморского края, проводимой в регионе. Вот такое короткое эссе, что я вам хотел сказать об этой книге, об истории, поблагодарить наших издателей за их такую, скажем, целенаправленную работу по, скажем, возвращении истории, по возможности видеть эти книги в библиотеках, читать их, наслаждаться знанием, вместе с ними путешествовать, проходить по этой первозданной тайге, по этим кручам, встречаться где-то там с мунхузами, где-то с диким зверем, да, то есть эти красоты, которые есть у нас в Приморье, побывать в том времени, мы говорим, нет машины времени, книга – это и есть машина времени, когда ты можешь перенестись книгой в ту эпоху и какое-то время, считая, прожить в этой истории. В общей сложности, благодаря специальной издательской программе, в Приморье за три года были приобретены или изданы почти 70 наименований произведений приморских авторов и издательств. Это около 48 тысяч экземпляров. Эти книги безвозмездно переданы в общедоступные библиотеки. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.